Я помню свет твоих глаз, когда улыбку мне дарил, мечтал волшебной кистью, раскрасить этот мир. Теперь я здесь, вон и вон, 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 и вон. Блин. Слышишь, так что, мы погнали его? Да. Мы наказали Аудюшку. А-а-а! Ух ты, ты слышишь, у него суппорта, ты посмотри, суппорта у него там. Это, написано Porsche, по крайней мере. Ёба! Доброго всем бытия кабан. Нам, наверное, сразу сказать, что это не тот кабан, который был у нас на проекте. Это, получается, дорестайлинг. Это у нас мотор 3.2. Тогда он, помните, был 6-литровый. На сегодняшний день это тот автомобиль, который собирает все флешбеки, вам показывают вот так. Даже не нужно, собственно говоря, какой-то тюнинг, выхлоп, какой-то красивый цвет. Эта машина реально вызывает у всех уважение. Абсолютно. Причем даже у женского пола. То есть, если девчонке показать вот этот замечательный автомобиль, да, и, соответственно, будет совсем другое мнение. То есть, тут что интересно людям? Размер. Это кабан. Его вес. Парни, я не знаю, если есть у вас возможность в жизни просто прокатиться на этом автомобиле, попробуйте. Я не знаю, за любые деньги. Вы сами поймете, что такое со 40-го, имеется в виду сам Мерседес. Спасибо Денису, владельцу данного автомобиля, что предоставил машину на обзор. Я, так скажем, просто воспоминаю вот это все дело. И, скажем так, я, знаете, чему удивляюсь? Дело в том, что вот вроде прошло 4 года, а я смотрю на этот кузов, и такое ощущение, что у меня его не было, такого моего автомобиля. Хотя мы его весь разобрали, весь переползали, отремонтировали несколько раз коробку и так далее. То есть, как будто, вы знаете, какой-то страшный сон был. Это именно тот автомобиль, когда он должен быть не у тебя. То есть, ты можешь восхищаться, ты можешь где-то в музее, где-то посмотреть, где-то у кореша взять и так далее. Но если, допустим, он у тебя, и если ты не вкладываешь в него душу, а это делать нужно, то, соответственно, эти автомобили потом рано или поздно превращаются в вот раз вариант, два варианта, там просто морды нет. И Зазумь, пожалуйста, вот он тот Мерседес серебристый, который весь в снегу. Чтобы вы понимали, парни, рано или поздно эти автомобили все, собственно говоря, приходят в плачевное состояние. Дело в том, что у нас хорошая комплектация, лонг-версия. Вот это, посмотрите, парни, цвет, вот это покрытие уже меняет. Также, видите, люк с термальной пленочкой. Дело в том, что у нас есть обогрев лобоухи нижней части. Знаете, как оно реализовано? Помните, я показывал, когда мы лобоуху меняли? Дело в том, что проходит вот именно в этом месте сам антифриз. И, соответственно, когда машина прогревается, у вас лобоуха в нижнем месте начинает оттаивать. То есть, нет никаких нитей накаливания. Представляете, как раньше все было реализовано. Также, понятно, есть дело доводчики. Доводчики работают от компрессора, который находится по задним сиденьям. Все это дело работает. Хороший кузов в том плане, что он еще не сгнил. Дело в том, что действительно, вот эти Мерседесы, они гнили очень жестко. Даже у нас это были дырки, как внутри. Помните, у нас просто подвеска та же самая даже отгнила. То есть, вот эти направляющие, где пружину вставляешь. И какая гарантия, знаете, вот с завода, изготовителя была в свое время? Один год от коррозии. Он Мерседеса. То есть, действительно, получилось так, что эти машины гниют, они гниют беспощадно. Да, получается, в этом плане Денису повезло, что он урвал такой кусочек. И дело в том, что он не фанат. То есть, он нет такого, знаете, что гонюсь всю жизнь, хотел заработать на 40-ую и искал хорошее состояние. Дело в том, что просто подвернулся нормальный вариант в нормальном кузове, где можно было приложить руки. Вот это, так называемая, листва, да, то есть, она держится на клипсах, и все это иногда погнивает в некоторых вариантах. И потом, это просто, вот эта листва, она просто так и называется, что не только, что она похожа на листва, она отпадает просто на Мерседесах. У нас, допустим, здесь в Поруге просто вот эта часть отсутствовала, потом мы все это тоже делали. Ну, я не показал, как я это сделал, но делал я это сам, сделал красиво. Кстати, по поводу того Мерседеса 12-цилиндрового, к сожалению, мне история на снижение неизвестна. Если, парни, есть какие-то фотки, где он находится, я специально съезжу в Москву, именно туда мы этот автомобиль отправляем в свое время. И просто-напросто найду и покажу, как, собственно говоря, он выглядит. Попробую договориться с владельцем, если он вообще существует. А так, ну, у нас примерно такой же цвет был, у нас дорестайлинг. Это вот не антенны, это парктроники, то есть они, приключения заднего хода, выезжают. Ну, и ты видишь, как бы, габариты самого автомобиля. Вы посмотрите сюда, вот она звезда, которая у нас потом отломилась. То есть, действительно, она со временем просто отходить начинает, и кто-то нечаянно дернул, просто у нас вот эта вот звезда внутренняя осталась, а это колечко отвалилось. Смотрите, парни, нажимаем, обращайте внимание сюда. Дело в том, что у нас этой вещи вообще не было, то есть у нас не было поломки, у нас багажник открывался только так. Также тоже есть доводчик, здоровенный багажник, там куча рулюшек, предохранителей, всяких электрических блоков. Ну, это Мерседес, пацаны, с этим, конечно, надо разобраться. Вот, наверное, как должны выглядеть двери. Они реально тяжеленные, и их открывать просто до удовольствия. Такое ощущение, что действительно, знаете, вот как есть китайская дверь, да, ну, домашняя обычная дверь, там, или там в подъезде, я не знаю. И тогда, когда ты потратил 40 тысяч на дверь, то есть есть разница абсолютно. Ну, тактильного ощущения. Здесь видно, что это, пацаны, все-таки вес, то есть это делали на века. Кто-нибудь видел из вас ролик тогда, когда кабан едет, и в него врезается газелька? То есть кабану ничего, газелька отлетает. Это, пацаны, седан двухтонный. Вот такой, посмотрите, какой комфорт. Дело в том, что когда у нас был такой же кабан в гараже, он стоял, мы в гараж примерно два дня не ходили, не появлялись, и потом пришли и просто офигели весь салон в солидоле. Кто это сделал, что произошло? Дело в том, что через трубу печную залезла в гараж кошка, которая жила там, получается, вот эти два дня. И дело в том, что, ну, она просто-напросто где-то вляпалась в какую-то масло, в канистру или что сделала. И она испачкалась в масле. И жила потом вот здесь вот в салоне, то есть здесь все просто было потом в солидоле. Я просто помню, почему я рассказывал, потому что я реально, когда все дело, это оттирал, то есть я запомнил весь изгиб каждого вот этого сидения и так далее. Ковры, как это дело все выглядит, то есть это тоже все дело в стоке. Вот такой вот ковролин. Ну, понятное дело, что бывает разный цвет. Самой обивки здесь он такой сероватый. Ну, пацаны, это 140-го Мерседес. Я думаю, что тут рассказывать нечего. Тут есть, ну, в опциях бывает просто все. Обогрелые сидения. Вот такая, получается, ниша тоже так же. Видите, вот здесь все. Это велюр, подсветка. Ну, посмотрите, пацаны. Все как скрипит, реально. Но зато сделано реально на века. Наверное, вот это сломать или протереть просто нереально. Те парни, которые смотрели все серии с Мерседес, естественно, все это дело видели. Я все это дело показывал, рассказывал историю, что этот кузов, он просто не окупился тогда, когда эта машина выпускалась. То есть, это для чего делалось? Это делалось для того, чтобы поднять, скажем так, авторитет и бренд Мерседеса. И у них, в принципе, это получилось. То есть, эту машину любят абсолютно во всех странах. Япония, Китай, там до сих пор их эксплуатируют. Причем именно леворульную версию. А так, пацаны, видите, какое состояние? Здесь все просто-напросто очень и очень чисто. Нету нирваных каких-то частей. То есть, нету никаких трещин. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сюда вкладывают реально душу. То есть, если это не делать, то есть, если ты не будешь следить должным образом за этим автомобилем, то, соответственно, он тебе превращается в те машины, которые стоят сейчас рядом на улице. То есть, на нем нельзя просто так ездить, как на другом любом автомобиле, и не вкладывать деньги. В любом случае, здесь что-то надо будет постоянно доделать. У нас подвеска здесь обычная, но все равно пневмо, есть вот эти вот все, сам компрессор, да, и вот эти все трубки, они находятся здесь по-синему. Также они все работают на, получается, доводчики дверей, и также они работают на саму климатическую систему. То есть, если что-то начинает выходить из строя, то, пацаны, это реально просто-напросто крах. Кстати, по запчастям. На эти автомобили, понятное дело, что есть много аналогов, если ты берешь новую деталь, там, или оригинал. Также, понятное дело, что это всего хватает на разборках, потому что, как-никак, с каждым годом все меньше и меньше вот этих кузовов едет по нашим дорогам. Продвигая, посмотреть под капотом. Огромные размеры капота, лобового стекла. Помните, лобовуху заказывал, она пришла битая. Соответственно, ну, получается, все-таки, размер имеет значение. Также здоровенные фары, решетка тоже, видите, она дорестайлинговая. Мы покупали новую, она была блестящая. Ну, понятное дело, что вот эти значки, да, вот эти атрибуты, то есть, это все, понятное дело, работает. И это вот, ну, от этого же сейчас ушли, то есть, от этого нету. То есть, каждый человек, который мимо проходит, понятное дело, смотрит и хочет, наверное, оторвать. Потому что у меня, в моем случае, я ездил на Кировский рудник на этом автомобиле просто на работу каждый день. Кому нужны поворотники вот эти вот? Для чего взяли, забрали? Кто их украл? То есть, то ли на память, то ли как сувенир или что? Так, дергаем капот, а такой язычок выезжает. Дебильный механизм, потому что в наше время он просто-напросто нам голову выморозил всю. Ну, посмотрите, пацаны, второй двигатель поместится. В нашем случае это 3.2 Mercedes-Benz, рядная шестерка. Потом в 2007 году сделали V-образный из него двигатель, оставили такую же аббревиатуру. А так, здесь реально все чисто, все сухо, и это, конечно же, не может не радовать. В данном случае 231 лошадиная сила. Вот эти кузова только заднеприводные. Просто человек, я знаю, после приора купил этот автомобиль, бесплатно достался, по наследству. Открывает капот, вот посмотри сюда, что ты с этим будешь делать? То есть, мы когда купили 140-й, мы так же понять не могли, для чего это и так далее. Представляешь, это все дело разбирать? Это пневматическая система на климат-контроль. А так, пацаны, конечно, тогда, когда мы 140-й покупали, мы не задумывались о сложностях. Мы не думали, получится у нас или нет. Мы хотели рискнуть и почувствовать, и понять, что же такое за автомобиль. В принципе, у нас-то получилось. Но получилось у нас только, помните, сколько серий было? Самый длинный сериал со 140-м, только потому, что мы реально знакомились, что такое мотор. А так, конечно же, коробку 5 раз снимали, все это дело ремонтировалось, варилась тачка. Просто там, что-то как с ней не делали. Это, конечно, было геморрой. А так, даже морда несколько раз у нас снималась. Вообще, если кому интересно сама техническая, да, можно, конечно, открыть просто какой-то любой, абсолютно там, в Википедии и так далее. В зависимости от годов, сюда останавливается больше 10 моторов. То есть, в зависимости от того, что-то там модернизировалось и так далее. То есть, ну, большая линейка, на сегодняшний, конечно же, можно выбрать. Очень заходит в цене, то есть, дизеля. Дизеля прям очень любят. Но эти моторы, в принципе, тоже так же бегают. Я думаю, что здесь 100% у меня это моторы. Но я думаю, что туда, наверное, не ползали. По крайней мере, ну, внешне. Вон, коллектор, наверное, ни раз в жизни не откручивался. Весь просто он ржавый. То есть, от этого, конечно же, никуда не уйти. А так повезло, мне эти места дофига. Мы в свое время, когда я стоял в В-12, не могли даже вот так вот просто пальцы просунуть. Настолько все это было делать здесь ужато. Эту машину до сих пор любят, уважают. Не из-за того, что там какой-то бандит, я знаю, приехал. Просто человек может уже содержать. То есть, он не побоялся, понимаете? Самое главное. Как вообще в Мурманской области ездить на заднеприводном автомобиле, который весит 2 тонны? Сейчас прокатимся. Я просто покажу, что такое действительно задний привод. Если в Кировске, в Апатитах, просто бесплатно машина не нужна. Вот мне дали бы, и мне она не нужна. Потому что я не смог бы на ней ездить. Здесь вот это город Героу Мурман. Здесь еще более-менее как-то дороги. Здесь меньше снега. То есть, можно это все дело как-то эксплуатировать. Но, наверное, пацаны, не более. Отдельная история. Вот именно видите, просто значок. То есть, ну, в городе все просто. Давайте посмотрим с внешней стороны. Дело в том, что когда я его менял в свое время, вот, попробуйте разобраться с этим механизмом. То есть, пока вы не почитаете инструкцию, вы не сможете разобраться с этими пружинками. Как это все дело поворачивается, как нажимается. То есть, любая абсолютно какая-то деталь в этом автомобиле, это всегда просто какие-то в знаке вопросов в голове. Ты начинаешь гуглить. То есть, действительно, эта машина без инструкции, наверное, просто-напросто никогда не подчинится. Двойные стекла. Опять же, шумоизоляция, все дела. Закрывается, все открывается. Куча, вот, получается, функций. Память, сидение. Верхняя крышка, вот эта вот нижняя, отодвигается отдельно от задней спинки. То есть, все регулируется, все на электроприводе. Это все работает. Доводчики. И, посмотрите, какой прикол. То есть, я, возможно, то ли не дошел до этого в нашем состроковом, возможно, лосковой функции не было. То есть, вот это зеркало, оно получается салонное, да? И ты его реально регулируешь именно нажатием вот этой кнопки. Начало 90-х годов. Вот такая вот просто разброс кнопок, но все работает. Смотрите, крутите, смотрите, как это все сделано. То есть, здесь вот получается тоже хай, да? Помните, лохи. Все можно так же сделать, как она современных, в принципе, автомобилях. Дворники ходят слева направо. Такое ощущение, что леворульная или праворульная версия. Но на самом деле это в стоке, то есть на всех состроковых они ходят именно слева направо. То есть, мы думали в свое время, что у нас такое ощущение, что просто руль переделанная из праворульной версии. А так, ну смотрите, шумка просто божественная на этом автомобиле. То есть, это все ясно, это все понятно. Она, знаете, вот эта машина очень плавная. То есть, даже тогда, когда у нас был, получается, 6-литровый мотор, машина была все равно плавная. То есть, нет такого, знаете, резкого какого-то подрыва, резкого переключения. То есть, просто-напросто все это дело в комфорте у вас обстояло. То есть, любое нажатие на тормоз, на педаль газа, руль, то есть, нет никаких рывков и так далее. Все сделано для того, чтобы люди в этом автомобиле ездили с комфортом. Кстати, по поводу мотора 3.2, смотрите. Все равно у него есть какой-то рев. То есть, ты нажимаешь газ, то есть, он достаточно приятно звучит. Такое ощущение, что там гораздо больший объем. А так, в принципе, если брать динамику, то на этом автомобиле, опять же, динамика, как такова, это и не нужна. То есть, да, тяжелый кузов, но ты никуда на этом автомобиле не будешь торопиться на сегодняшний день. То есть, ты никуда не будешь гнать так, чтобы там, давай, быстрее какие-то гонки, состязания там. То есть, такого тоже, естественно, нету. Поэтому на этом автомобиле даже, в принципе, этого мотора хватает. Тогда, когда будет 6-литровый, в чем был прикол? Помните? В чем прикол был. То, что он после 100 на трассе мог ехать так же быстро, разгоняться, так как и с места. То есть, у него всегда была паровозная тяга. Здесь, в принципе, на сегодняшний день времена меняются. И, наверное, думать о 6-литровом, ну, нет смысла вообще никак. То есть, достаточно вот этого мотора, чтобы ты просто ездил вальяжно и просто ловил взгляды. То есть, в любом случае, куда бы ты ни подъехал, пускай это будет какой-то ночной клуб. Я знаю, ну, я, когда ездил на этом автомобиле по городу Кировску, мне просто вот так показывали постоянно, вот так просто. А это машина в стоке. Насколько она реально интересна людям, насколько она вызывает у людей, вот именно, наверное, какой-то вот авторитет в этом плане. Кстати, вот, зашли вот эту звезду, которую я просто показал, которая обстановилась. Здесь такая же история. То есть, вот во что потом решаются эти все автомобили. И, кстати, этот автомобиль был тоже так же куплен в печальном состоянии. И Денис его просто довел до ума. Кстати, здесь, смотрите, у нас получается это дорестайлинг. И, соответственно, у нас 4-ступенчатый автомат. Потом уже стали делать 5-ступенчатый автомат. Так вот, здесь еще управление коробкой идет тоже так же трубочками, то есть пневматическое управление. Ну вот, 110, 120, 130, газ, пол, 140. То есть, вот он, что такое 140-ое. То есть, ее не кидает ни влево, ни вправо. То есть, она едет по любому покрытию, даже если там съехать на какой-то снег на обгоне. То есть, нет такого, что ты едешь и реально ее подлавливаешь. Это просто трамвай, просто баржа, которая плывет по дороге. Ну, получается, 110, нажимаешь кикдаун и все равно машинку начинает вот так вот кидать. То есть, жопа все равно начинает обгонять из-за заднего привода. То есть, прям нюанс, прям ужасный, что в те времена не делали полного привода на такие машины. Это на С-шку можно, на Е-шку полный привод не делать. А на этих автомобилях с таким весом, с такими размерами, ну, блин, это реально была бы необходимость. Но, к сожалению, когда эта машина проектировалась, все думали специально о комфорте, о комфорте заднего человека, о комфорте, который сидит спереди. Избавляясь по максимуму от лишних шумов, от этих редукторов, раздаток, лишних карданов и так далее. Поэтому я так понимаю, что эта машина заднеприводная получилась. Но потом все-таки практика и необходимость, взяли свое. И, кстати, на сегодняшний день, вот именно на 222-й кузов, и гораздо чаще и больше встречается именно на полном приводе, чем на заднем. Вот так вот. Почему тебе, прям, ты дрочишь на этот, на повороте, на косы? Ну, что ты хочешь сказать, что ты там при каждом обгоне, там при малейшем повороте, ты так вот сидишь, так вот. Да, делаешь? Ты нажал чуть-чуть, а он тебе три раза мигнул, ты поехал. Правильно, это комфорт. Когда ты привык к этому, вот просто ты к этому привыкаешься. И ты потом садишься, и где нет этого, ты реально испытываешь дискомфорт. Вот и все. Кстати, парни, это как раз-таки то место, где я, где мы покупали Audi A8. Он стоял вон вот на этом месте. Помните, выкапывали? Вот здесь это место. На этом месте застрял эвакуатор с нашей A8 на борту. И, соответственно, в этом сервисе, кстати, я в свое время также Infiniti FX45, который был на проекте, также ремонтировал там. У меня по пути кардан передний открутился. С этой, точнее, шрус. И доехал на стучащей машине сюда. 140-й, Mercedes. Я покатался, вспомнил прошлые времена. Вывод какой? Если ты не сможешь содержать этот автомобиль, ремонтировать своими руками, то ничего у тебя не получится. Если ты ремонтируешь своими руками, значит, ты автомобиль любишь, ты соображаешь, ты вникаешь. Это и не есть удовольствие. Поэтому вот такие дела. То есть покупать и обслуживать в сервисе этот автомобиль, допустим, другими руками смысла нет. Хорошая тачка, но никому не советую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok